Давайте посмотрим, как устроен проект «Обамометр». Это проект «Политефект» и суть этого проекта – разобрать обещания, публичные обещания кандидатов в президенты и сравнить обещания с реальными делами, то есть отследить каждое конкретное обещание избранного президента. В начале проекта у нас есть общая подводка, то есть у нас есть совокупные результаты, что 47% обещаний было выполнено, есть компромиссы, есть 23% невыполненных обещаний, застрявших нет у нас по нулям, и в процессе, ну так как «Обама» уже не президент, то в процессе у нас тоже по нулям. То есть у нас такой по итогам результат 47 против 23 и 27 таких компромиссных решений. Что есть в структуре этого проекта? То есть редакция газеты взяла, прям конкретно отследила каждое обещание, которое было дано во время предвыборной кампании, разобрали эти обещания по частям, и вот, собственно, каждое обещание по сути формирует свою собственную страничку. То есть вот эта витрина, и мы можем выбирать те обещания, которые нас интересуют. Ну, я сейчас открою одну страницу и покажу уже с автоматическим переводом, который сделал нам Google Translate, чтобы можно было видеть не только саму верстку, но и понимать, из каких элементов состоит страница конкретного обещания. Ну, в данном случае я взяла двойное федеральное финансирование фундаментальных исследований. Мы видим здесь по бомометру, что обещание не выполнено, как формулировалось это обещание. И затем на каждой странице есть журналистский материал, который связан с этим обещанием. Ну, в данном случае это вот публикация 2016 года. Здесь и есть инфографика, которая подтверждает выводы журналиста. Указаны обязательно источники, откуда получена информация. Здесь же, так как это обещание было дано во время предвыборной кампании 2008 года, к этому же обещанию, собственно, вот это была первая публикация 2009 года. И затем в эту же страницу была добавлена публикация 2016 года. То есть смысл проекта в структурировании работы за отслеживанием публичных обещаний политиков. Вот таким образом можно смотреть и какое-нибудь выполненное обещание. Так на английском языке оно будет выглядеть. У нас есть обещание, у нас есть маркировка, что обещание выполнено. И затем у нас есть несколько публикаций, которые связаны с этим обещанием. И обязательно указаны источники. Таким образом, мы можем следить за каждым конкретным направлением, которое нас как избирателя интересует. И репортеры помогают, во-первых, верифицировать информацию, полученную от политика. И не терять из вида, не терять фокуса на том или ином обещании. Так наглядно мы можем увидеть, собственно, внимание журналистов, отслеживание деятельности политиков, контроль за деятельностью политиков со стороны журналистов.